Анемела вся левая половина тела. Пропало зрение, начала искажаться речь. Рассказывает Екатерина Клименко о первых симптомах рассеянного склероза. Это случилось 15 лет назад. Как раз был пятый курс университета и диплом. Девушка сразу решила обратиться к врачу. Был период, когда я не смогла подняться с кровати, не могла самостоятельно передвигаться даже с двумя палками, с поддержкой. То есть шагать была слабость в ногах. Еще очень напугала истории, когда я не смогла ручку поднимать. И только вот при обращении к докторам выяснилось, что диагноз рассеянный склероз. То есть потом меня восстановили к жизненному пути. Я поняла, что необходимо регулярное обращение за помощью к докторам квалифицированным. Нужно продолжать жить и развиваться. В зависимости от того, на каком этапе жизненного пути. Но как бы со своими мечтами не нужно прощаться. Рассеянный склероз – хроническое заболевание центральной нервной системы. Для него характерны поражения белого вещества спинного и головного мозга. Нельзя думать, что болезнь не нуждается в лечении. Терапия обязательно, отмечают медики. Так, благодаря правильно подобранному лечению, встал на ноги и пациент Андрей Морозов. Началась моя история. В 2001 году мне диагноз поставили. В этот момент я учился в аэрокосмическом университете на третьем курсе. Вот, поставили диагноз. После чего я, естественно, не принял сначала. Я очень плакал. Как так? Почему инвалид? Начал заниматься усиленно бассейном. Ходьба, ходьба, ходьба. Вот это вот. И самое главное, что занятие было. Чтобы ты был занят, ни в коем случае не замыкался в себе. Сейчас Андрей и Екатерина – счастливая семейная пара. Планируют очередное путешествие. Любят активный досуг. Поэтому призывают всех, кто столкнулся с этим недугом, не отчаиваться. И тем более не заниматься самолечением. При первых симптомах необходимо сразу обратиться к врачу. Только сочетание лабораторных тестов, МРТ и отслеживание динамики клинической картины пациента помогают в постановке окончательного диагноза. Ольга Волкова, Николай Епифанов. События.